Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал «Маркетс», оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, наконец-таки, на повестке экономического календаря есть отчеты, которые стоит обратить внимание, отчеты, которые станут источником повышенной волатильности. Ждем в 6.00 по GMT относительно скоро данные по инфляции в Англии. Очень важный релиз, потому что завтра заседание британского регулятора, и мы все еще остаемся оптимистами, ожидая, что Банк Англии может пойти на повышение ставки на 50 базисных пунктов. Я предлагаю перспективы пары фунт-доллар обсудить непосредственно уже перед самим заседанием британского регулятора, то есть в ходе завтрашнего брифинга. Далее, в 14.30 запасы нефти США от администрации энергетической информации. Учитывая, что ранее, поздним вечером, во вторник, мы получили данные от Американского института нефти, на основании которых стало очевидно, что запасы резко снизились, сегодня ожидаем похожие цифры, которые могут оказать локальную поддержку котировкам черного золота. Это справедливо для Brent и для WTI. И важнейшее событие текущей торговой сессии это решение американского регулятора по ключевой процентной ставке. 18.00 по GMT традиционно спустя полчаса после этого состоится пресс-конференция главы американского регулятора Джерома Паула. Поэтому, друзья, готовимся к серьезным движениям, соответственно, контролируем риски, следим за загрузкой депозитов. Это важные правила, надеюсь, то, что вы уже понимаете, как важно их соблюдать. Давайте начнем с индекса доллара. Текущей котировки 104.83. Решение по ставке повысит ли ее сегодня? Конечно же нет. Ее оставят на уровне 5.5%, причем даже сам американский регулятор, который ранее комментировал перспективы своей монетарной политики, ясно давал понять, что в сентябре она не изменится. Вот в ноябре возможно, в зависимости от того, какие условия на рынке сложатся. Важнее сегодня будет послушать Паула, потому что его комментарии, заявления, прогнозы по экономическому росту, по инфляции, да и, в принципе, анонс каких-либо будущих действий как раз будут иметь определяющее значение для дальнейшей динамики доллара. Но ранее мы уже пришли к выводу, что, скорее всего, на сентябрьском заседании американский регулятор будет придерживаться ровно той же риторики, что и на последних нескольких заседаниях. То, что принципиальнейшая вещь и задача для Федеризерва – это стабилизация цен, снижение инфляции в район 2%, Паула точно скажет, что американский регулятор все еще не видит никаких стоящих доказательств того, что инфляция обязательно достигнет целевого ориентиров в кратчайшие сроки. То, что ФРС остается адаптивным регулятором – это одно из самых любимых слов, мне кажется, глав центральных банков всех развитых стран в последнее время. Готов реагировать на меняющиеся условия. На каждом последующем заседании решение поставки будет приниматься непосредственно в момент самого заседания с учетом оценки всех инфляционных рисков и с опорой на макроэкономические данные. Вот в каком-то формате все вот эти тезисы будут завуалированы в неопределенных сроках и в будущих действиях того, что мы практически увидим от американского регулятора на последующих заседаниях. Но мы также знаем, что доллару нравится подобная риторика, потому что если обозначается все же возможность, пусть и низкая, пусть и прям ничтожная, того, что ставка повысит в ноябре, доллар на этом неплохо растет. Поэтому независимо, наверное, от того, что будет сказано сегодня американским регулятором, все равно все будут верить, что в ноябре возможно повышение ставки. Ну и, конечно же, на рынке по-прежнему останутся те, кто будут уверены, что доллар и индекс американской валюты точно будут расти из-за сохраняющихся экономических рисков и потенциального экономического спада в США. Поэтому в качестве тенденции для индекса доллара я бы по-прежнему смотрел на этот инструмент как на актив, который может вырасти. Но лично я с ним не работаю, мне больше импонируют другие торговые сделки, рекомендациями, по которым я с вами делюсь. Это золото тысяча девятьсот тридцать долларов за тройскую лунцию сейчас. Кайман индекс настроения по-прежнему указывает на то, что большинство находится в продажах. Я думаю, что мы можем добить еще локальные максимумы тысяча девятьсот пятьдесят. И я совершенно не удивлюсь, если под конец торговой сессии мы увидим, что еще больше трейдеров залезет в короткие позиции. Поэтому, может быть, как раз сегодня мы получим достаточный импульс для движения не только к отметке тысяча девятьсот пятьдесят, ну и потенциально выше данного уровня. Однако, если завтра в ходе брифинга мы с вами поймем, что настроения изменились настолько, что прям уже толпа находится в длинных позициях, будем уже корректировать наше представление о будущей тенденции, но, надеюсь, нам это не придется. Делать и мы увидим скорее, с большей вероятностью новые локальные максимумы по золоту. Доллар канадец 1,3461. Друзья, еще одну цель мы достигли, отметка 1,34. Лоу был в районе отметки 1,33. Соответственно, наши ожидания того, что канадский доллар точно будет получать поддержку на росте рынка нефти оправдались. Данные по инфляции, которые мы с вами также ожидали в соответствии с расчетом того, что более высокая инфляция вернет на рынок спекуляции о возможности еще одного повышения ставки, все именно так. Но вот данные по инфляции даже превзошли смелые прогнозы. Фактически в прошлом месяце годовой показатель индекса потребительских цен вырос до 4% с 3,3%. Базовая инфляция та же повысилась с 3,2% до 3,3%. Что делать сейчас? Мы неплохо заработали на канадском долларе за буквально последние торговые сессии. Сегодня предлагаю уже сделку закрыть, тем более, что сейчас идет локальная коррекция. Если на следующей неделе мы осознаем, что трейдеры собрались для того, чтобы снова навалиться с покупками на рынок нефти и тащить его уже в район 100 долларов за баррель после коррекции, которая развивается с вчерашнего дня, то тогда снова будем покупать канадский доллар против американца. Доллар е на 147,80. Сегодня я полон оптимизма, скажем так, что пара протестирует 148 и может подобраться до отметки 149. Конечно же, в центре внимания заседание Федрезерва и заседание Банка Японии, которое состоится в пятницу. Еще раз отмечу, что ФРС может все-таки как-то подсветить возможность повышения ставки в ноябре. Однако вот от Банка Японии я не ожидаю каких-либо корректировок до конца этого года. Поэтому единственное, что может остановить рост валютной пары, это интервенция, которая на текущем этапе явно не предвидится, потому что если бы они имели место быть, либо какие-то условия уже сложились, я думаю, что Банк Японии уже бы себя проявил. Я думаю, что мы можем держать пару не только с целевым ориентиром 148,50, а пойти в Аббанк, друзья, и попробовать забросить тейк профит прямо на психологическом уровне 150 иен за один американский доллар. Евро против доллара 1,0678. Данные по инфляции вчера особо не помогли европейской валюте, но может быть потому, что это еще предварительные оценки, не финальные. Индекс потребительских цен снизился основной показатель с 5,3 до 5,2%, что довольно странно. Везде инфляция растет, значит, из-за повышения цены на топливо в еврозоне она каким-то чудом умудрилась снизиться. Ну, конечно же, она тоже вырастет, но мы знаем то, что Европейский Центральный Банк, скорее всего, в следующий раз, миллион раз подумает, прежде чем снова повышать ключевую процентную ставку. Как и ранее, готовимся к рецессии и серьезному экономическому спаду все еврозоны. Аналитики Wells Fargo вовсе рекомендуют шортить пару евро-доллар, не как мы до цели 1,05, а до уровня 1,03. Рынок нефти 93,20, текущие котировки, коррекционная динамика развивается. Есть ли какие-то фундаментальные предпосылки? Нет. Поэтому не стоит особо переживать после того, как инициатива, опять же, какое-то время останется на стороне продавцов, все равно покупатели окажутся сильнее. Потому что есть что отыгрывать. Этот ожидаемый дефицит предложения, о котором мы уже много раз говорили. Допускаю даже, что сегодня, после еще локального небольшого снижения, когда выйдут данные по запасам, покупатели снова могут вернуться на рынок. Но если этого не произойдет до конца недели, я особо не расстроюсь, потому что понимаю, что коррекция это то, что подтверждает здоровость, как бы нормальность любого тренда, в данном случае бычьего. Потому что если бы этой коррекции не было, мы бы фактически каждую торговую сессию допускали, что она может произойти, учитывая, как высоко забрались котировки нефти в последнее время. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.